За переменами моды надо следить, но еще важнее сохранить свои корни и культуру. Именно так считает мастер по золотому шитью, дизайнер, член Ассоциации народных художественных промыслов Республики Адыгея Белла Баджокова. Любовь к швейному ремеслу у нее зародилась еще в юности, когда на 16-летие ей подарили подольскую швейную машинку. Поначалу молодая мастерица занималась изготовлением исключительно светской одежды, а свой первый национальный костюм она сшила на свадьбу сестры. С тех пор Белла посвятила любимому ремеслу более 12 лет, и по сей день вся ее деятельность направлена на популяризацию и сохранение национального наследия адыгов. Черкесска на сегодняшний день является брендом Российской Федерации, признанным, что подтверждается данным сертификатом. Это копия сертификата, в котором прописано, если мы прочитаем, топ тысячи культурных туристических брендов Республики Адыгея. Кроме черкесски, брендом является также золотое шитье. Золотое шитье мы знаем, что мы адыги, используем его в одежде, в предметах быта. Данное ремесло на сегодня является визитной карточкой нашей Республики. Особое значение в национальной одежде адыги придавали орнаменту, который создавался в качестве одного из основных элементов костюма. С помощью сложного узора древние адыги могли передавать целые послания и скрывать в нем потаенный смысл. До сих пор, на сегодня, еще не разгадали. Многие считают, что это своего рода матрица, в которую мастерица очень часто закладывала какую-то информацию. Например, существует такое поверье, что женщина, когда отпускала своего супруга на поход, в зеку, и она вышла на такой вот сумочке орнамент. Орнамент, ну, мужчина пошел, присел где-то там отдохнуть, ему там пришлось взять эту сумочку, но в ней, наверное, что-то хранилось, и там вот орнамент. Он считал на орнаменте, то есть женщина не имела права говорить, «Вернись, да, я хочу тебя, чтобы ты вернулся живым». Нельзя было такого. Адыги разговаривали вещами, орнаментами, жестами, взглядами, очень были малословны. Это мы сейчас научились... Выражать свои чувства. Не все, что чувства, мы научились разговаривать. Разрушили, да. А нам разрешили. Время нам своего рода диктует, чтобы мы максимально презентовали себя, умели презентовать. И что же было на том орнаменте? Вернусь к тому орнаменту. Там был орнамент, он очень известный, между прочим, его потом еще копировали. Была женщина в форме дерева, на руках, на веточках были цветы. То есть это означало, что это наши дети, жду я тебя, ждут наши дети. И на месте живота, да, был ромбик, в котором тоже был цветочек. Понимаете? То есть я жду тебя, дети ждут. И даже вот прекрасное это событие она смогла сказать именно вот в этой вышивке. Вместе с другими мастерами республики Адыгея Белла прикладывает максимум усилий для того, чтобы нынешнее поколение могло напрямую прикоснуться к древнему ремеслу. Так в регионе была создана специальная ассоциация. Проводятся различные мастер-классы и акции. Создаются все условия для популяризации золотого шитья. У нас есть ассоциация мастеров, ассоциация промыслов и ремесел республики Адыгея, народно-художественных промыслов. Я член данной ассоциации, все это делается под гидой этой ассоциации. И мы собираем мастеров, вот все, что мы делаем, делается именно вот с этой целью. То есть у ассоциаций есть определенные задачи, в уставе это все прописано, все это мы должны реализовывать. Я так думаю, что мы это все делаем успешно, стараемся, по крайней мере, это все делать, не останавливать все это. Одной ассоциации, конечно, мало для такой республики, как мы. Надо развивать. Да, этого должно быть много, с учетом того, что каждая девочка это все умело, и в семье обязательно должен был быть человек, который делал национальную одежду. То есть это не являлось редкостью, и не представляли бы меня, вот Баджокова делает. Да, и мы стремимся именно к этому. Данная акция называется АПААСАМ СИАГАСАМ, мой наставник, народный мастер. Акцию я придумала сама, суть акции. То есть на сегодняшний день мы, мастера, профессионально, которые занимаются золотым шитьем, национальной одеждой имеем, я так считаю, что, ну, миссию некую, да, перед народом, да, перед Всевышним, что мы должны это золотое шитье не останавливать на себе. Передавать. Да, какие сегодня у нас возможности. Единичные мастер-классы, что мы до сих пор и делали. То есть мы выезжали в школы, собирали детей на разные мероприятия, и единично показывали мастер-классы, что недостаточно. Это достаточно для популяризации. В целом, чтобы интерес вызвать. Да, просто вызвать интерес. Данная акция АПАСАМ СИАГАСА направлена на то, чтобы не только вызвать интерес, но своего рода научить людей какой-то части. То есть люди, я понимаю, что с занятостью данной категории людей, они не станут мастерами-золотошвейниками, но эти люди будут носителями. Вот вы правы. Носителями данного ремесла. И в какой-то момент наступит такая ситуация, чья-то внучка увлечется, дочка. И тогда мама скажет, или бабушка скажет, а ну-ка садись, деточка, я тебе это все смогу показать, потому что в свое время я посетила такую акцию, и мне посчастливилось это сделать. Сохранению культурного наследия способствуют и крепкие международные связи, которые создаются ремесленниками республики Адыгея с соотечественниками, проживающими за рубежом. Так, несколько лет назад в Майкопе был открыт адыгский центр, куда приезжают черкесы со всего мира, благодаря чему и складывается плодотворный обмен знаниями об адыгской культуре. И именно турецкая диаспора дала своего рода толчок. Когда 90-е годы, мы уже начали больше общаться, и мастера, которые в турецкой диаспоре сохранили золотое шитье, я не скажу, что у нас все пропало. У нас тоже был какой-то теоретический материал, но практики было настолько мало, что у нас не было, у кого можно это все перенять, научиться. И мы вот такой вот своего рода коллаборацией с диаспорой начали, не я, это люди довольно старше меня, начали вот это все дело, а я своего рода, мои ровесники, мастерицы, мы продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок